Эй, ребятки, всем привет! С вами Борода и это Дозик. Мы продолжаем играть в эту игру, продолжаем развиваться. Я продолжаю вас знакомить со всеми ивентами, сложностями и прочим в этой игре. Сегодня под прицелом склад Хозмога. Давайте я вас познакомлю с этой хренью. Покажу, насколько она действительно хардкорная, но в то же время, насколько она прибыльная и выгодная. Для начала мы зачистим эту локацию, а дальше я вам покажу, с какими трудностями вам придется здесь столкнуться. Прежде всего, приготовьтесь, что когда вы сломаете эту дверь, до вас сразу же долетят два жестких ублюдка, которых вам нужно будет убить. Да, несмотря на то, что это горелый, вы посмотрите на количество их хп, и вы не думайте, что это и все, с чем вам придется здесь столкнуться. Потому что это лишь первая проблема. И, как вы видите, ее я прохожу с легкостью. А вот дальше, ребят, дальше здесь уже пожестче. Потому что здесь кокоть, для когтя здесь мало места, особо ты не разбежишься с ним. Тебе постоянно приходится от него уворачиваться. И это тяжело. Дальше мы проходим буквально немного, вот несколько секунд. И мы сразу же встречаем еще одного такого же когтя, который мешает нам играть. Который действительно сложный в своем прохождении и убиваемости. Так, я немного восполню хп, потому что дальше у меня уже действительно большая проблема. То, что меня ждет дальше, вас должно повернуть просто в шок. Это будет очень жестко. И я надеюсь, что я справлюсь с этим. Да, это будет тяжело. Но мы до этого справлялись. Так, это, ребятки, босс этого ивента. Это язычник, который очень хардкорный. Который очень сложный. С которым нужно постоянно хилиться. И если вы без нормальной пушки, то пройти вот этого чувака очень сложно. Вы не смотрите за то, что я его легко убил. Ребят, у меня в пушке была карающая коса. У которой дамаг 290. Это большой дамаг для этой игры. И именно поэтому я с относительной легкостью убиваю его. Но не спешите расслабляться. Ребят, на этом еще не все. Это далеко не все в этом ивенте. Впереди нас ждет еще очень много хардкора. Какого именно? Смотрите прямо сейчас и вы. Блять, 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 блять. Тихо, 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 тихо. Я хотел пушку заведить. Сволота ты такая тупая. И сразу же на меня нападают 2 хвата. Которые не дали мне даже передохнуть банально несколько секунд. Потому что я хотел-то заменить пушку. Они мне не дали это сделать. Понимаете, вот в чем беда. Так, пушка, 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 пушка. Вот так вот, хорошо. Это я сразу же съем. Это я использую. Отлично. Хваты вылетают. Как только мы залутываем тела. Запоминаем, ребят. Обязательно запоминаю. Потому что именно в такой последовательности все здесь и происходит. Так, а что они? Они не должны были на меня прямо сейчас сразу агриться. Они должны были стоять. И пока эти слабые двери, они не могли выходить. Вот это вот так не должно происходить. Первый раз такой алгоритм срабатывает. До этого было все по-другому. Хорошо, я выполнил ежедневное задание. Это всегда приятно. Так, до этого надо добить. Хорошо. Куртку можно надеть. Потому что без брони, ребят, ни в коем случае не идите сюда без брони. Язычник убивает вас с одного-двух ударов. Это крайне сложно. Поэтому лучше поберегите свои хпшки. И вот видите, они опять на меня агрятся. Не должны они на меня сразу же агриться. Но это происходит. И это какой-то сегодня новый алгоритм прохождения. Серьезно. До этого ни разу не сталкивался с таким. Постоянно восполняйте хп. Потому что дальше вы поймете, в чем причина. И почему я постоянно тыцаю на свои долбанные повязки. И трачу их здесь. Несмотря на то, что это вроде как все. Но это, ребят, еще далеко не все. Ну что, поехали. Здорово. Здорово, ребят. Привет, ребят. Так, только вы открываете первый ящик. На вас сразу же налетают два хвата, ребят. Сразу же. Только ты открыл первый ящик. Начинаешь его обыскивать. А можешь даже до конца в него не залетать. Потому что в любом случае на тебя сейчас нападут. Это 100%. По-другому быть не может. Вот инфа сотка. Что после того, как ты открываешь первый ящик. На тебя нападают. По луту, что будет в этих ящиках. Ребят, мы посмотрим и разберемся немножко позже. Сейчас мы все зачистим до конца. Так, у нас тут один момент остался. И все. Тихо, тихо. Не, не пошли. Давай еще раз. Вот сейчас пойду. Вот, видите, ребята. Вот та причина, по которой вам нужно брать много хпшек. И ни в коем случае не попадать на вот эту херню. Это все. Я погиб. Вот о чем я говорю, ребят. Понимаете, вот в чем здесь вся проблема. Сложность в том, что если у вас плохая бродя, у вас недостаточно хп, вас будут дрючить каждый гребадый раз. И вы понимаете, да, что теперь я убереть не могу. Иначе весь лут, которым я находился, там была еще коса, которая была еще рабочая, которая функционировала. Она еще там осталась. Я не хочу ее потерять, понимаешь, дружище. Поэтому берем вот эту херню, с которой я не знаю, удастся ли мне держать с ней дистанцию. Сейчас будем смотреть, пробовать. У меня нету хилов вообще здесь. Так, ну что, ребятки, финальный заход. Склад Хозманга. Я подготовился. Я взял с собой немного... Так, где у меня завалялись? Я немного взял с собой повязок. Это важно. Я взял с собой немного еды. У меня фулл хп. Я готов. Я реально готов сейчас зайти на локацию и убить этого засранца. Так, это хилит сколько? 125. Это хилит 205. Возьмем, начнем с помидоров, конечно же, потому что они хилят селее. Я заменил оружие. Я взял сам отдельный пистолет и надеюсь, что с ним у меня будет побольше успеха. Потому что, как бы, дабак у него больше, чем у калаша. Скорострелец чуть-чуть там на мили-мили. И меньше, чем у калаша так же. Так, поехали. Сразу же забрасываю кучу хилов. Отхожу. Хилюсь, хилюсь, хилюсь. У меня идут хилы на ПКД. Просто я не оставляю ему никакого шанса. И это явная будет победа моя. Вот так вот. Отлично. Все, ребятки, мы с ним справились. Я взял достаточное количество хп. Я лутаю себя же, выбрасываю все, что мне сейчас не нужно. Потому что практически все залутал. Практически все, что мне нужно. Я взял так. И я вернул наконец-то свои вещи. Черт возьми. Как же я счастлив, друзья. Это просто не сказанно. Это непередаваемо. И теперь мы лутаем уже то, что здесь есть. Для начала кровать, в которой всего две бутылочки. Кстати, очень мало. Обычно падает от шести минимум. Это прям, ну, крайне мало. Самые крутые плюшки здесь. Конечно же, ребятки, кровавые слезы. Потому что это невероятная вещь. Мы забираем глок себе. То есть вы понимаете, да, что по оружию вы сразу же окупаетесь в любом случае. Так, этот троп. Смотрим, что у него есть. Есть ничего полезного деду. Давайте сразу, чтобы уже не распыляться. Посмотрим, что в первом ящике, да, упало. В первом ящике хорошая куртка выжившего. Можно ее сразу же надеть. Инструменты бездомного. Немного украшений и лопата. Скудный лут в этом ящике. В этом ящике прям очень скудный лут. Обычно в складе Хозбанга гораздо в разы, в десятки раз больше всего. И вот. Отлично, ребят. То, ради чего я сюда хожу, это спицы. То есть, если ты не знаешь, где достать спицы на свой велосипед, то дружище тебе именно в склад Хозбанга. Именно здесь добывается этот ресурс. Как ты видишь. Ну и смотрим, конечно же, что здесь. Есть еще две бутылки, которые я, конечно же, заберу себе. Так. Там я все залутал, ничего практически нету. И, ребят, основная фишка еще. Так, это надо удалить. Я не люблю, когда мешается на карте. Оно все отображается. Мне это не нравится. Основная фишка в том, что я еще могу с ним поторговать. И прикупить какие-то крутые вещи. Вот, допустим, это бродя, ребятки. Которая 145 дефа делает. Это 3,2 стоит. Ну, весьма неплохо. Так, ну, я всегда хожу сюда за сундуками. Меня интересуют и виды сундуки, потому что для меня это прямо кайф, кайфозный. Забираю вот этот сундук. Так, только у тебя место нету, да? У меня нету места. Что мы выбросим? Я даже не знаю, если честно, тут, в принципе, все круто. Я, наверное, съем пищу, повязки положу. А вот этот сундук все-таки я у него заберу. Так. Конечно, в идеале вот этот забрать. Но здесь двойная кровавая слеза, да, крайне редкая. И ее очень сложно дойти. Так, что здесь они хотят? Здесь ничего. Все, забираем сундук. Отлично. Как видите, у меня деловые отношения уже. Мы повышаем свой уровень. Я хочу сбить цену, но нет навыка убеждения. Пока что это все в развитии. Ну что, друзья, вот мы с вами и закончили зачищать склад Хозванга. Вы сами видите, что это действительно стоящие локации посещения. Она очень крутая. Обязательно заходите каждый раз, когда она у вас выпадает и зачищайте ее. На этом все. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok